Для Азербайджана ключевым является вопрос беспрепятственного доступа к Нахичеванию. Этот вопрос не снят. Азербайджан не добился своих результатов и, скорее всего, в ближайшее время он также будет пытаться решить этот вопрос. Там есть, конечно, альтернативный вариант, связанный с созданием такого коридора по территории Ирана. Но для Азербайджана это неприемлемо, потому что это, условно говоря, короткий поводок, за который его могут подергать. Так вот, выполняя, назовем так, некий заказ Европейского Союза, конечно, Европа сейчас будет осваивать рынок вооружений и подсаживать Армению на свои технологии, на свои стандарты. Потому что потом сменить очень сложно будет. То есть ты либо находишься на натовских стандартах, либо ты и на советских стран СНГ или, условно говоря, российских. Поэтому в ближайшее время Армения, конечно, будет искать защиты от Франции, от Евросоюза. Но в условиях современной геополитики, в условиях Турции, Азербайджана, Ирана, да и вообще нахождение Армении в Евразийском экономическом союзе. Но искать стороннюю организацию, которая будет тебя защищать от твоих же соседей, это невозможно. Это нужно делать только в пространстве, в котором Азербайджан и Турция будут прислушиваться к какому-то мнению. Поэтому к России они прислушиваются. Мы выстраиваем добрососедские отношения, взаимовыгодные друг для друга. А Европа является деструктивным фактором в этом регионе. Они как раз хотят всех между собой рассорить, чтобы транспортный коридор север-юг через территорию Азербайджана, далее на Иран и там уже в Индию, в Пакистан, он был остановлен. Это один из ключевых факторов Евросоюза. Поэтому Армению будут использовать как Украину, как некий таран, задача которого будет просто разрушить там текущее положение. Это все отразится на благосостоянии граждан Армении. Это отразится на его взаимоотношениях с соседями. Мой прогноз, если Армения пойдет по пути выхода из ОДКБ, это гарантированно спровоцирует новый виток вооруженного противостояния с соседями.